те кто не был в прошлый раз то есть вчера я как бы извиняюсь если не всех предупредил вот постараюсь впредь как бы мы тогда какого-то представителя вашей группы в школы программирования со мной свяжется да я через него буду передавать уже информацию вот но на самом деле лекция уже появилась которая была вчера дополнительная уже на youtube загрузили более того я там написал небольшую pdf которая прикреплена в описании под видео материалы от лектора опять на яндекс диск пожалуйста скачивайте пользуйтесь распространяйте максимально да вот что хочу сказать ну да те кто вчера не был возможно сейчас будет что-то непонятно кратко скажу что мы на лекции вчера дополнительные обсуждали мы обсуждали верхний и нижний предел мы доказали что если верхний и нижний предел и равны то тогда существует полный предел также мы доказали что как как можно посчитать верхний и нижний предел в терминах последований гейны вот это мы обсуждали и мы стали обсуждать полу непрерывность в точке по множеству и обсудили непрерывность функции по множеству и доказали теорему что непрерывная функция функция на компакте имеет образом компакт хорошо значит это то что было в прошлый раз а теперь мы давайте докажем такой факт что если функция только лишь полу непрерывно на компакте то если она пол непрерывно снизу она достигает минимума а если пол непрерывно сверху то достигает максимума теорема пусть к компакт конечно же не пустой мы рассматриваем у меня функция ну давайте так как бы на компакте если полу непрерывно снизу на компакте если полу непрерывно снизу на компакте то она достигает своего минимума то она достигает своего минимума ну а если она полнепрерывно то максимум достигает максимума давайте докажем для максимум потому что для минимума аналогично докажем для максимума ну то есть докажем для полнепрерывности сверху для полу непрерывности сверху, так как для полунепрерывности снизу доказательства аналогичны. Что мы сделаем? Очень просто. Смотрите, возьму множество значений. То есть пусть f от k – это множество значений функций на компакте. То есть это все такие f от x, что x принадлежит k. Как вы понимаете, что это числовое множество. Ну, потому что при каждом x из k f от x какое-то число. То есть это числовое множество. У него существует супремум, правда же? Которое я обозначу m. Пока что этот супремум я не знаю, конечен он или нет. Это какой-то объект из r с чертой. Но, по крайней мере, что я могу сказать. Помните, у нас было с вами определение супремума, что для любого epsilon в epsilon окрестности супремума есть элемент. Давайте я этим воспользуюсь. Из определения супремума следует, что для любого n натурального у меня найдется значение в этом множестве. существует yn, принадлежащий f от k, такой, что yn находится в единице на n окрестности супремума. Правда же? Ну, это определение супремума просто. Но что означает, что yn принадлежит f от k? Значит, есть какой-то аргумент xn, такой, что f от xn это и есть вот этот yn. Правда же? Но тогда следует, что для любого n натурального у меня найдется точка xn, уже принадлежащая компакту, такая, что f от xn принадлежит 1 на n окрестности вот этого супремума. Понятно, да, что я сделал? Я тем самым построил последовательность, да? Следовательно, построена последовательность точек xn, которая находится в компакте. Такая, что, как вы видите, f от xn, что про него можно сказать? Он стремится к супремуму, при n стремящемся к бесконечному. То есть предел f от xn, это и есть мой супремум. Такая последовательность называется максимизирующая последовательность. Обычно вот в вариационном исчислении, если когда-нибудь будете изучать вариационное исчисление, это называется максимизирующая последовательность. ну или в оптимальном управлении, в оптимизации, максимизирующая последовательность. Но мы же с вами сидим на компакте. Если мы на компакте, то есть любой последовательности в компакте можно выделить подпоследовательность, которая сойдется к какой-то точке из этого компакта. Чем хороши компакты, с них нельзя далеко убежать. Так как компакт существует подпоследовательность xn-житая, последовательность xn, и точка со звездочкой из k такие, что xn-житая входит к x-звездочкой при же стремящемся к бесконечности. Окей, да? Но! У меня же функция полунепрерывно сверху. Да, мы договорились доказывать для полунепрерывности сверху. Но f полунепрерывно сверху в точке x-звездочкой. А что означает, что она полунепрерывно сверху в точке x-звездочкой? Я напоминаю, это означает, что тогда верхний предел f от x при x, стремящемся к x-звездочкой, по компакту должен быть меньше либо равен f от x-звездочкой. А в силу той теоремы выражения верхнего предела в терминах гейна, которые я доказал вчера вечером, да, вот эта штука будет больше либо равна, чем верхний предел f от x-звездочкой. f от x-звездочкой, прижим, стремящемся к бесконечности. Ну, а поскольку, смотрите, x-звездочкой, это под последовательность x-звездочкой, а у меня даже есть просто предел f от x-звездочкой, то предел f от x-звездочкой тоже будет равен m. То есть, на самом деле, вот этот верхний предел равен просто пределу. Видно, где я пишу сейчас? Или уже не видно? Ну, а что вы туда садитесь? Говорю же, вот смотрите, сколько места свободного. Все равно вы все не ходите. Вот, f от x-звездочкой, просто предел есть, прижим, стремящемся к бесконечности. А это есть m. Смотрите, что у меня получилось. m равно, читаю слева направо, m равно предел, прижим, стремящемся к бесконечности, f от x-звездочкой. Почему? Потому что f от x-звездочкой имеет предел m, а это ее под последовательность. Но тогда это равно верхнему пределу, потому что мы знаем, что если предел последовательности есть, то и верхний предел есть, и это то же самое. Верхний предел вот этой F от X NG Он не превосходит верхнего предела По компакту А он по определению полунепрерывности Обязан подпираться сверху F от X звездочкой Ну и что мы получили тогда с вами Значит отсюда из этой цепочки Не равен, следует что у меня F от X звездочкой Больше либо равен чем Супремум То есть еще раз вдумайтесь F от X звездочкой Больше либо равен чем Супремум F от K Но F от X звездочкой принадлежит F от K Принадлежит F от K Значит он меньше либо равен Супремуму Что мы получили? Два взаимно противоположных неравенства Значит F от X звезды Со звездой это Супремум Следовательно F от X со звездой Равен M Что и требовалось То есть мы нашли точку X звездой Значение функции в которой Совпадает с Супремумом Тут на самом деле у меня максимум есть Что такое достигать этого Супремума? Это значит достигать максимума Все, конец Аналогично для полу непрерывности снизу Понятно, да? Что произошло? То есть есть Еще вот эту X звездой Называют точкой максимума Для функции F Да, то есть мы ее нашли Еще раз Я ни в коем случае не говорю Что это единственная точка Она может быть не единственная Ну какое отсюда следствие получается? Если у меня функция Вы знаете, что если функция полу непрерывной Снизу и сверху То она просто непрерывна по множеству Ну и все Тогда если у меня функция непрерывна на компакте То она достигает и минимума и максимума Значит следствие Следствие Если функция непрерывна на компакте Ну на непустом, конечно Непустом Пакте То она достигает и своего максимума и минимума То она достигает и максимума и минимума В частности Функция непрерывная на отрезке Достигает своего максимума и минимума Потому что отрезок это компакт То есть в частности Функция непрерывная на отрезке Достигает на нем своего максимума и минимума То есть есть точка максимума на отрезке Есть точка и минимума на отрезке В большинстве классических курсов Рассказывают только вот это То, что функция непрерывная на отрезке Достигает максимума и минимума Мы с вами сделали более продвинутую версию И получили это как частный случай Теорема Бальцана-Каши О промежуточном значении Ну почему носят имя и того и другого Они независимо пришли к этому результату Как вы понимаете Да, кстати, давайте согласимся об обозначениях Напишите себе где-нибудь отдельно Об обозначении Значит, я всегда буду использовать такое обозначение Если функция у меня непрерывно на каком-то множестве В смысле предела по множеству Да, то есть если Ф определена на каком-то множестве Е И непрерывно на нем То будем писать Просто сокращенно вот так Ф принадлежит От Е То есть большая буква С От английского Continuous То есть она continuous от Е Да, то есть она непрерывно на Е Это общепотребительное обозначение В любой американской книжке вы его найдете Вот Поэтому давайте мы будем это использовать Чтобы каждый раз словами не писать Пусть функция непрерывно Пусть у меня Ф принадлежит С от АВ Тогда Для любого Игрек Со звездочкой Принадлежащего Отрезку Ф от А Ф от Б Но здесь единственная тонкость Я не знаю кто больше Ф от А или Ф от Б Нам это априори неизвестно Поэтому строго говоря Если мы с вами Помните договаривались Что отрезок У меня всегда пишется Слева направо То есть первое Стоит наименьшее число А дальше стоит наибольшее число Строго говоря Здесь надо писать Минимум Ф от А Ф от Б Максимум Ф от А Ф от Б Но давайте Я буду считать Здесь Что вот если я так пишу Что мы типа Без ограничения общности Будем считать Что я Ф от А Меньше либо равно Но если это не так Ну поменяем их местами Ну что это А что это изменит Это ничего не изменит С точки зрения Доказательства теоремы Ничего не изменит Тогда для любого Игрек со звездой Ф от А Ф от Б Найдется Иг со звездой Из А Б Такой что Ф от Иг со звездой Равно Игрек со звездой То есть Все значения Почему она называется О промежуточном значении Вы берете Игрек со звездой Промежуточное значение Между концами И оно где-то принимается Иными словами У вас нету дырок В графике Да То есть Если функция приняла Какие-то Два значения То она примет И любое промежуточное Между ними Понятно, да? Давайте это доказывать Здесь опять работает Метод половинного деления Что я делаю? Вот у меня отрезок А, Б Да, я его обзову Значит, А, Б Я его назову И 0 Это мой нулевой отрезок Поделим его пополам Поделим А, Б Пополам То есть Я рассмотрю точку С первая Которая есть Просто среднеарифметическая А плюс Б Пополам И что я сделаю? Я посмотрю На значение функции В этой точке Если Ф От С1 Давайте скажем так У меня будет Меньше Либо равен Ну, то есть Какие варианты у меня есть? Давайте так У меня Игрек со звездой Либо принадлежит Ф От С 1 Ф От Б Да Либо у меня Игрек со звездой Принадлежит Чему? Ф От А Ф От С1 Да Куда-то это обязательно попадет Потому что у меня Игрек со звездой Ну, да Ну, да Вот Ну, давайте я Выберу туда Куда он попал Да Вот в этот вот отрезочек И Его Обозначу И1 То есть Обязательно найдется Половинка В которую попадет То есть Что Игрек со звездой Попадет в какую-то Из вот этих половинок Ну, давайте здесь Я лучше На всякий случай Поставлю вот так Строго Да То есть Обязательно найдется То есть Понятно, да Что получается Я разделил отрезок Пополам И 0 У меня обязательно Найдется половинка Такая, что Игрек со звездой Принадлежит Крайним Отрезку С крайними значениями То есть Какие у меня Варианты могут быть Если fc1 попало сюда То все понятно Если fc1 оказалось больше Ну, тогда я попадаю Вот сюда Если fc1 оказалось меньше сюда Ну, тогда я попадаю сюда То есть У меня хотя бы Один из вариантов Реализуется Да То есть Выберем 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 Ту половинку Ту половинку Отрезка ab Которой Ну, ту половинку Что Игрек со звездой Содержится В образе Этой половинки Вот так я скажу В образе Этой Точнее Игрек со звездой Принадлежит Принадлежит Отрезку Образованному Значениями В концах Этих половинок Игрек со звездой Принадлежит Отрезку Образованному значениями концах этих половинок значениями функции конечно значениями в концах половинок ну и дальше так на втором шаге на третьем и так далее пусть построена к отрезков пусть построена у меня к отрезков пусть построена к отрезков и 0 ну точнее к плюс один отрезок то к плюс один отрезков и 0 он в себя вкладывает и один и так далее вкладывает и к ну и давайте скажем что и к ты это у меня есть а к б к вот так вот и у меня при этом y со звездой принадлежит f от а житая f от б житая для любого же от 0 до к то есть я так строю просто каждый раз делю отрезок пополам и выбирают ту половиночку чтобы у меня y со звездой залез в отрезок образованный значениями функции в концах вот этих вот этой половинки да такой отрезок обязательно найдется потому что если бы он не нашелся то мы бы сразу приходили к противоречию правда же но согласитесь если он не залезет ни сюда ни сюда тогда он не залезет и сюда понятно что происходит ну ну мало ли мало ли вот то есть я построил к плюс один таких отрезков и что я делаю за счет деления пополам у меня длина и катого и то есть что такое модуль b минус а поделить на 2 в степени к для любого к натурально то есть по индукции мы построили с вами последовательность вложенных отрезков которые еще является и последствий стягивающийся на самом ссоре это пока что для любого же я построил от 0 до к пока что сейчас делаем к плюс первый шаг индукционный значит и житое здесь два степени жи на к плюс первом шаге на к плюс первом шаге делим отрезок и к пополам и к пополам ну какой точкой c к плюс 1 которая есть средне арифметическая его концов то есть а к плюс b к пополам его обязательно возможны два случая либо у меня y со звездой будет принадлежать f от а к то f от c к плюс 1 до либо у меня y со звездой будет принадлежать f от c к плюс 1 ф от б к от опять же здесь есть какая тонкость я не знаю кто больше кто меньше да если я пишу этот отрезок вот так вот таким образом имеется ввиду что в левом конце стоит минимум из них правом максимум из окей договорились то есть я не утверждаю что мне f от c к плюс 1 всегда меньше чем f от б к ты или больше чем и фото к ты я этого не утверждаю просто такая запись ну если я буду сейчас каждый раз словами писать возьмем на первое место поставим минимум из этих значений на второй максимум то есть понятно да о чем речь идет y со звездой принадлежит тому отрезку который образован значениями в концах либо левой либо правой половинки что что на на к плюс первом шаге я беру средне арифметическое на к плюс первом шаге и к ты отрезок делю попал у меня обязательно найдется половиночка до для которой y со звездой быть принадлежать отрезку образованными значениями в концах этой половинки почему потому что если это не так тогда у меня y со звездой не попадет в отрезок и фото катая под бака ты а по построению мы с вами предположили что у меня y со звездой принадлежит всем и фото житая под бюджета для любого же от нуля до к понятно ческал то есть обязательно реализуется какой-то из вот этих случаях потому что если это не так ну давайте напишу потому что потому что если это не так если это не так не выполнена вот эта полокупность то у меня y со звездочкой не будет принадлежать тогда фото катая этот а это не так по предположению то есть на нулевом шаге мы это проверили база индукции это 0 0 вот этот шаг вот мы проверили предположили что каких-то к шагов мы сделали ну точнее построили какую-то последовательность вот такую в смысле построили набор и от и 0 тогда ли к ты и на к плюс первом шаге мы делим пополам и выбираем ту половинку чтобы y со звездой принадлежал отрезку образованному значениями функции в концах понятно дача происходит картинка примерно такая получается вот у меня есть отрезок а к б к здесь нечто происходит то есть не надо думать что у меня здесь обязательно какая-то монотонность есть нет никакой монотонности нет вы мне заказали точку y со звездой вот смотрите вот здесь y со звездой она вот здесь находится да вот этот уровень я делю отрезок пополам вот у меня получилось моя цк плюс 1 куда она попала ну давайте смотреть вот она попала вот сюда видите как получилось вот концы вот этого отрезка вот они образуют отрезка вот это f от а к до фото к f от c к плюс 1 не попал сюда но ничего страшного зато я попал вот сюда а по вот в эту полоску я уже попал а она чем образована она образована f от c к плюс 1 а здесь f от б к то есть обязательно один из вариантов реализуется ну и все таким образом по функции мы с вами получили стягивающийся последовательность в лоб отрезка построить стягивающих последовательность можно отрезок и как почему она стягиваешься но потому что длина стрима к нулю вот следовательно существует и единственная . x а звездой которая есть пересечения к от 1 до бесконечности и к то есть она принадлежит всем отрезка я утверждаю что f от и в смысле я утверждаю что я подка со звездой и то есть f от y со звездой давайте это покажу таким образом я нашел точку в котором занимается значение ну не по построению то есть здесь по построению мы что можем сказать что всегда мы находимся между да она зажата у нас y со звездой меньше либо равен f от b к това больше либо равен f а так от опять же по модулю того что здесь еще раз я не знаю кто из них больше я без ограничения общности предполагаю что вот так да если не так то поменяйте обозначение ничего не поменяется но f непрерывно в точке x а звездой но f непрерывно точки x а звездой и при этом что у меня выполнено у меня искать и стремится как со звездой приказ стремящимся к бесконечности то есть это для нее поставить гейн и получать ой не ссори не не кота кота и и bk ты у меня стремится как за звездой то есть это тоже последний день для нее а функция непрерывно в точке x а звездой по отрезку получается да по множеству которое есть отрезок но отсюда следует что тогда если я применю теорему двух милиционер а вот здесь у меня в силу непрерывности f от bk ты стремится к чему f от x со звездой правда же силу непрерывности и в силу того что bk ты после с гейны и при этом у меня фото кота стремится к f от x со звездой в силу непрерывности потому что а к ты после с гейн это выполнено одновременно правда же но тогда по теореме о двух милиционерах то у меня будет выполнена у меня стационарная последователь если угодно y со звездой это будет стационарная последовательность по теореме о двух милиционерах двух милиционерах у меня тогда y со звездой как стационарная последовательность должен иметь предел равный f от x со звездой но она стационарная поэтому у меня y со звездой равен f от x со звездой вот и все теорема доказано что такое промежуток промежуток это либо интервал либо отрезок либо полуинтервал давайте скажем что по определению промежуток это либо отрезок либо интервал либо полуинтервал такой либо полуинтервал такой лучше то тоже промежуток просто у него один из концов там плюс или минус бесконечно хорошо это промежуток да вот такая теорема обобщенная теорема промежуточном значении если угодно обобщенная теорема о промежуточном уже нету больца на каши никакого но тем не менее она основана то есть и доказательства основана на теореме бальта на каши промежуточном значении пусть у меня f предмена на промежутке каком-то давайте мы договоримся промежуток я буду записывать вот в такой форме вот такие буковки g это означает что здесь четыре варианта сидит либо интервал либо отрезок либо полу интервал пусть это у меня функция и пусть f у меня непрерывно на этом промежутке пусть f непрерывно на промежутке тогда я посмотрю на инфимум и на супрем то есть пусть м маленькая это инфимум f от x по промежутку а им большой это супремум по промежутку и вот здесь будьте внимательны тут я взял инфимум и супрем и теперь я возьму число из интервала до когда для любого y со звездой из интервала от а маленького даем большого найдется x со звездой из промежутка об такой что это значение принимается какой что f от x со звездой и то есть y со звездой опять же ежели у вас так случилось что инфимум сапал супремом интервал может оказаться пустым ну да я тогда для него ничего не утверждаю то есть я утверждаю только для не пустого случая доказательства по определению инфимума давайте рассуждать по определению фильм а значит пусть у меня y со звездой принадлежит от м маленькая до м большой да по определению инфимума у меня найдется точечка x ну давайте по определению сима существует один из моего промежутка такая что f от а1 меньше y со звездой и больше чем м согласны но аналогично по определению супремума по определению супремума найдется точка b1 из моего промежутка такая что f от b1 станет больше чем y со звездой но меньше либо равен чем м большую чем суправму согласны это просто из определения супрема инфимума следует ну это хорошо тогда у меня получается следовательно у меня y со звездой чему принадлежит отрезочку с концами а1 точнее принадлежит отрезку от f от а1 до f от b1 но при этом функция то было непрерывно на промежутке а отрезок а1 b1 лежит в этом промежутке понятно что функция на нем тоже непрерывно правда же то есть если она непрерывно в каждой точке промежутка по этому промежутку то она будет непрерывной в каждой точке под промежутка в нем да вот значит получилось у меня y со звездой принадлежит вот такой штучки и при этом очевидно и при этом f является непрерывной на отрезке уже вот а1 до b1 но тогда я попадаю в условия предыдущий только что доказанный теореме бальца на каши следовательно по теореме бальца на каши существует . x со звездой принадлежащую отрезку а1 b1 такая что звездой то и требовалось все конец медстве если функция непрерывно отрезки то и образ отрезок значит следствие следствие если f непрерывно на отрезке а.б. то f от а.б. образ этого отрезка и то есть отрезок какой да от минимум до максимума то есть это отрезок ф от x до макс ф от x в отрезку то есть образ отрезка отрезок согласитесь весьма не очевидная штука доказательства но смотрите мы с вами знаем что если функция непрерывно то она достигает и максимума и минимума мы это доказали из полу непрерывности это следовать было доказано теореме было доказано то существует минимум f от x правда же по отрезку так как функция непрерывно да так как f непрерывно на отрезке непрерывно на отрезке а факт язык компакт то мы с вами доказали что существует минимум f от x и и это есть какой-то f от x м маленькая давайте его назовем x м маленькая принадлежит от отрезку а.б. то есть есть какая-то точка из отрезка а.б. такая что в ней достигается минимум и существует давайте я более аккуратно напишу значит существует существует x м маленькая и за b такая что у меня получается f от x больше либо равен f от x м маленькая то есть . минимума для всех и ци за b и существует у меня x с индексом м большое за отрезка а.б. максимума точка максимума такая что у меня получается f от x меньше либо равен f от x м но тогда что получается у меня все значения зажаты следовательно f от x у меня принадлежат то есть пока что теорема о минимуме и максимуме которая была в самом начале лекции да она позволяет вам сказать что значение просто вот здесь находится от f от x м до f от x м большое но по теореме бальца на каше они все принимаются да то есть дырок нету в образе понимаете да в чем смысл теорема бальца на каш в образе нету дырок пока что мы только знаем что f от x принадлежит вот этому вот этой штуки для всех x и за б но почему это сюрреекция на на вот этот то есть вопрос том почему это отображение на весь этот отрезок а вот по теореме бальца на каши но по теореме бальца на каши для любого y принадлежащего отрезку f от x м маленькая найдется из-за а.б. такой что f от x равен y значит все значения принимаются но тогда полу смотрите то есть отсюда что следует из вот этой штуки что образ держится в отрезке а с другой стороны для любого y найдется . в которой значение есть этот y с другой стороны образ не может быть уже то есть все значения принимаются значит f под а.б. это есть не что иное как отрезок f от x м все конец значит образ отрезка отрезок очень хорошо так вот собственно любимый вопрос на колоквями верно ли что образ интервала интервал если пункта непрерывно на интервале на принесал 1 на это куда-то нити чем плохо а вот как раз если монотонность то там образ интервала будет интервал если есть монотонность а вот если монотонность и нет то можно успеть попринимать инфимом и суправом и опять убежать то есть что делает синус он за счет болтанки он успевает принять наибольше наименьше значение но при этом ускользнуть с них да то есть давайте картинку нарисую если я рассмотрю синус на интервале от минус пи до пи да как он себя поведет смотрите оп оп ну я немножко коряво нарисовал вот так примерно значит вопрос в чем был вопрос пусть f непрерывно на интервале но вообще говоря мы с вами непрерывно синус это еще не доказали так что это немножко читерский метод пусть f непрерывно но это правда на самом деле мы скоро докажем у совсем скоро может пятницу даже уже докажем а что непрерывен это бы верно ли что верно ли то образ интервала это интервал вот такой вам вопрос могут задать на колокольный ответ неверно неверно контр пример а бы берете интервал от минус пи до пи аф от x синус x но только если вы его в билете вытащите но так я не думаю что вас будут прям уж заставлять может какую-то основную идею спросят доказать я все-таки рискну вам рассказать еще такой интересный факт который нам понадобится и назову его колебания функции в точке значит ну давайте сначала определение колебания на множестве это очень полезный полезный факт то есть вот эти приемы которые я вам рассказываю это уже так называемый hard анализис то есть ну вот такое официальное название то есть есть такой анализ с гладкими функциями это такой hard анализис то есть когда надо разрывы анализировать но нам это пригодится знаете когда когда мы с вами дойдем до интегралов риммана вот и вы это уже будете знать я это не буду повторять просто и все значит ну что но идеологически то это про это я же интеграл не буду писать значит пусть у меня е множество сейчас я объясню зачем это нужно чтобы как раз вот всякие эти примеры типа функции риммана функции дирекле легко разбирать пусть евр е не пусто тогда колебания значит f какая функция колебания f на е это по определению записывается так омега еф это по определению супремум модуль f от x штрих минус f от x 2 штриха по всем их штрих их два штриха из я ничего сложного то есть такой максимальный разбаланс грубо говоря разброс значений а вот колебания в точке как определить значит пусть у меня теперь есть множество x x не равно пусто x 0 его предельная точка x 0 предельная . множество x тогда я определю колебания функции в точке вот такой штукой я возьму in по всем дельта больше нуля вот супремума точнее инфу от колебания по окрестности инфа дельта колебаний по проколотой окрестности значит омега проколотая дельта окрестность точки x 0 ну то есть как вы понимаете здесь опять монотонность получается то же самое что с верхним и нижним пределом если я дельту уменьшают у колебания как себя ведет растет или не растет не растет значит берете in вот и все это называется колебания в точке так вот теоремка который вам хочу рассказать она гласит что функция непрерывно в точке по множеству тогда и только тогда когда колебаний в ней какое 0 все верно и вот эта могучая вещь с помощью которой вы можете вообще раскалывать любую задачу практически из вот таких сложных типа там функции рима на там функции дирек ли я разрешаю вам этим пользоваться то есть вы можете семинаристу сказать что я ввел колебания в точке и вы можете решать с помощью этого задачи пожалуйста а значит давайте докажем теорему она очень простая на самом деле здесь ничего такого сверхъестественного нет пусть у меня есть множество она не пусто x0 это предельная точка предельная точка но даже можно можно x0 не предельно брать а x0 просто из x принадлежит x0 принадлежит x вот давайте мы тогда может не будем здесь окрестность выкалывать я давайте здесь просто . прикосновения возьмем то есть x0 разрешил принадлежать x и здесь не будем окрестность рука вот то есть да инф по модулю здесь супремом от модуля разности я фоток штрих минусов от их 2 штриха давайте не будем выкалывать просто x0 принадлежит иксу потому что я про непрерывно сейчас хочу говорить значит пусть x0 принадлежит x f непрерывно точке x0 по множеству x тогда и только тогда когда колебания в ней равно нулю значит колебания в точке x равно нулю ну давайте действительно доказываем просто из определения следует пусть у меня функция непрерывно давайте в одну сторону пусть их непрерывно пишем что отсюда следует квантерах для любого и все он больше нуля предел по множеству до существует дельта тэпс он больше нуля такой что для любого x принадлежащего пересечению здесь окрестность можно не прокалывать я про это вчера говорил принадлежащего сексом выполнено что модуль f от x минус f от x 0 меньше и все он пополам согласно можно взять пополам но тогда что отсюда следует по неравенство треугольника тогда для любого и все он больше нуля существует дельта от и все он больше нуля такое что для всех x штрих x 2 штриха принадлежащих пересечению дельта окрестности x 0 сексом выполнено что модуль f от x штрих минус f от x 2 штриха меньше либо равен эпсилон меньше ссоре меньше меньше пони раз треугольник почему ну давайте напишем меньше либо равно здесь f от x штрих минус f от x 0 модуль 1 плюс f от x 2 штриха минус f от x 0 2 этот меньше эпсилон пополам этот меньше эпсилон пополам значит в сумме вот эта штука меньше эпсилон понятно чем произошло да почти почти это почти критерий каши да если угодно это почти критерий каши но я просто как бы грубо говоря это хочу педантично аккуратно и еще раз провернуть до чтобы это ну как бы это не совсем критерий каши если угодно но близко до близко то есть в эту сторону это напоминает критерий каши действительно но смотрите если у меня для всех их штрих их два штриха выполнена меньше эпсилон то что у меня получается значит у меня получается следует для любого эпсен больше нуля найдется дельта от эпсилон такой что чего будет у меня супремом если я возьму то станет лучше либо равно правда супрема может попортить строго не раз это значит что у меня колебания под дельта от эпсилон окрестности x0 пересечь сексом функции f меньше либо равна эпсилон и плюс у меня есть монотонность по дельта да но так как но так как у нас есть монотонность но так как есть монотонность по дельта то что получается то отсюда следует что существует предел просто колебаний по дельта окрестности x0 пересечь секс функции f равный нулю при дельта стремящемся к плюс нулю и он же равен инфимуму по теореме вирш трасс только у меня теперь функция дельта это колебание по дельта окрестности всего в одну сторону доказали то есть из непрерывности следует что колебания функции 0 обратно пусть колебания функции 0 но обратно не не сильно сложнее как бы смысл тот же самый до плюс нулю чего да 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 только положительно дельта стремится плюс ну и все равно как бы знаете как говорится кашу маслом не испортишь да то есть от того что я написал плюс нулю хуже не стало устойчиво ну а теперь обратно пусть обратно в другую сторону пусть колебания в точке ноль покажем непрерывность ну и действительно смотрите а если колебания в точке ноль то отсюда у меня следует что в силу монотонности следовательно в силу монотонности монотонности чего вот этой штуки у дельта x0 пересечь сексом от f по дельта силу монотонности по дельта если колебания ноль то синфимуму есть предел следует а существует предел при дельта стремящемся к плюс нулю чего омега у дельта x0 пересечь сексом от f равный нулю но тогда запишем определение следует на для любого и псом больше нуля найдется дельта от и псом дельта от и псом больше нуля такой что для любого дельта от 0 до дельта от и псом у меня выполнено что у меня омега у дельта x0 пересечь секс от f меньше и псом ну и давайте заметим что здесь можно даже дельта от и псом включить если нельзя то я вопрос пополам поделю и включу вот когда следует смотрите кто такой колебан супремум по всем различным f от x штриха f от x 2 штриха так давайте мы возьмем x штрих саму x0 следует я x штрих равна x0 что мы получим читаем для любого все найдется дельта такого что для любого дельта отсюда значит частности можно взять дельта равная дельта от и псом взяв экстриме равно x0 а дельта равно дельта от и псом что мы получим для любого и сам больше нуля найдется дельта от и псом больше нуля такой что супремум по всем чего f от x 2 штриха минус f от x0 по модулю меньше и псом правда же по всем x 2 штриха из дельта окрестности но это есть непрерывность отсюда следует непрерывность понятно что произошло это очень полезная штука которая нам с вами будет пригождаться потом угодно мы сейчас с вами делаем инвестиции в наше будущее да то есть мы засеиваем поле а плоды взойдут чуть попозже вы увидите зачем это все было нужно да это то же самое то я опечатку опечатка извините извините x0 а везде нижние в смысле везде верхней везде верхней а я то так то так писал да короче напишите x0 вверху равно x0 внизу и все и смотрите зачем нужно было колебание в точке я сразу смогу вам рассказать такую красивую штуку как функция риммана вам наверняка могут задать на колоквиуме такой вопрос существует ли функция которая разрывно в каждой точке вы говорите да дирекле и там есть куча способов доказать что дирекле разрывно в каждой точке как либо через критерий каши либо через последовательные гейны либо через верхние и нижние пределы функции то что мы с вами делали да а можно еще через колебания в точке какое будет колебание функции дирекле в любой точке единица все понимают все ну как нет смотрите у вас любая окрестность содержит хотя бы одну рациональную хотя бы и одну иррациональную значит супрамом единица уже а дальше вы эту окрестность стягиваете его она остается единицы этот разброс остается единиц значит колебания в единиц получается следовательно она разрывно в каждой точке все доказательства в одну строку если если использовать нашу могучую теорему окей значит это что касается функции дирекле вторая функция риммана функция риммана определяется хитрее давайте в честь риммана и и будем называть эр от x сегодня спросил фифтов на пункт они у них виду функция риммана говорят да где-то слышали что это такое да на лекции где-то слышали они то там даже интереснее было я говорю функцию риммана знаете которая она горю непрерывно в каждой иррациональный разрыв на в каждой рационе таки да что то такое было я потом спрашиваю а где был то не помню я говорю ну как так на лекции на семинаре не помнит слышали что функция риммана есть что такое где чего так что я надеюсь что по крайней мере все те кто присутствует сегодня на нашем занятии будут помнить что такое функция риммана значит она равна 0 иррационально а если x принадлежит рациональному и имеет вид п на ком где пц натуральных дробь несократима то я там кладу ее единичка на q то есть еще раз 0 если x иррационально а если x рационально то я ее определяю после один на q и при условии что x представляется как несократимая дробь и видов п на ком где пц натураль значит это несократимо у нас функция не получится давайте с помощью колебания поймем почему она непрерывно в каждый и рациональный разрывно в каждый рациональный я не буду подробно доказывать я вам оставлю это на подумать просто я скажу основную идею потому что у нас много материала смотрите если x 0 иррациональная как посчитать в ней колебания ну смотрите я беру произвольную окрестность да здесь вы рациональных точках 0 вопросов нет а в рациональных точках какие сюда попадут рациональные точки если взять достаточно малая дельта то туда попадут только рациональные точки с очень большими знаменателями почему это так потому что смотрите картинка выглядит примерно следующим образом вот у вас идут точки со знаменателями единицы между ними расстояние единицы дальше пошли точки со знаменателями 1 2 ось мы со знаменателем двойка какие-то будут попадать на и на них же да какие-то будут попадать я их тогда удаляю какие-то пойдут со знаменателем какие-то пойдут со знаменателем 4 и так далее за счет того что какое расстояние между точками со знаменателем 11 между с точками со знаменателем 2 1 2 и так далее так далее так далее значит за счет выбора очень малого дельта я могу создать такой эффект чтобы у меня попадали только точки с очень большим знаменателем но тогда у них будет малое значение и тогда у меня получится что в достаточно малой окрестности колебания колебания функции это оцениваться единица на какой-то q от дельта понимаете а этот q от дельта будет стремиться к бесконечно при дельта стремящемся к нулю и поэтому колебания в иррациональной точке будет равно нулю колебания в рациональной точке то есть колебания в точке вида п на q функции ему будет равно господа один на q почему потому что в любой окрестности рациональной точки будет содержаться и рациональная . в ней 0 а в самой точке один на q значит супремум разбалансы не меньше чем один на q все конец то есть единственный тонкий момент который вам надо доказать что будут расти знаменатели при уменьшении дельта окрестностей и рациональной точки вот все что вам надо доказать если вы это докажете все задачи полностью решено ну а мы поедем дальше это что касается функции риммана да мы обычно вопрос совсем там с двумя звездочками существует ли функция которая непрерывно в каждой рациональной и разрывно в каждой иррациональной то есть функция риммана дает пример чего непрерывности в иррационально и разрывности в рациональных а наоборот может быть вы думаете наоборот быть не может попробуйте это доказать в качестве задачи вот рационный вряд ли вас кто-то будет на экзамене это спрашивать потому что это сложный вопрос но на самом деле я вам дам подсказку для его доказательства достаточно использовать принцип вложенных отрезков кантера и колебания функции в точке больше ничего то есть там два ингредиентов доказательств вам надо понять как их скомбинировать значит доказать что не существует функции f из r в р непрерывный в каждый рациональный и разрывный в каждый иррациональный сегодня я эту задачу рассказывал фифтам на третьем курсе вот там есть более продвинутое решение через теорему берра которую вы не знаете но ее можно доказать и с помощью принципа вложенных отрезков то есть для этого ваших знаний вполне достаточно первокурсно ну и теперь последнее что я сегодня хочу обсудить это предел суперпозиции непрерывность суперпозиции мы эту тему немножко стране оставили сейчас мы к ней возвращаемся предел композиции функций на коллоквиуме вам могут задать такой вопрос и по моему даже на семинарах у вас разбирать но я в своей группе разбирал вопрос пусть я знаю что существует ну давайте так функция у меня f задано в некоторой скажем сигма окрестность y0 проколотой давайте y0 внизу принимая числовые значения и предел я знаю f от y при y стремящемся к y0 равен какой-то а изерс крышкой пусть до y0 это какой-то изерс чертой соре не написал y0 изерс чертой пусть у меня еще задано функция y равна y от x она у меня живет в некоторой проколотой дельта окрестности точки x0 x0 а а значение принимает тоже в р и у нее предел равен y0 предел y от x при x стремящемся к x0 равен y0 верно ли что существует предел f от y от x при x стремящемся к x0 равны а понятно да чё говорю то есть я образую композицию f от y от x f у меня определил в окрестности y0 y от x стремится к y0 я образую композицию фото y от x верно ли что предел будет равен а то есть это называется замена переменной при вычислении предела вот такой прием да на семинаре я говорил что это неверно в чем здесь может быть беда в том что берется проколотая окрестность да то есть ответ неверно и контр пример такой давайте мы рассмотрим одну функцию которую мы тождественной 0 y от x тождественной 0 окей а f от y равно единица если y равен нулю и 0 если y не равен нулю окей понятно да что что за функция под игрек у нее устранимый разрыв я вчера рисовал такой график да здесь я прыгал в единичку здесь у меня везде нулевые значения окей пределы f от игрек при игрек стремящемся к нулю чему равен то есть я говорю что я беру y 0 равно нулю ну и давайте x 0 равно нулю предел f от игрек при игрек стремящемся к нулю чему равен господа нулю правильно очевидно а f от игрек от x предел если я прокомпонирую что происходит в чем прикол игрек от x тождественной 0 и я попадаю как раз в ту точку которая выкалывается понимаете предел то внешней функции f к берется по проколотой окрестности а как раз внутренняя функция попадает вот в эту точку которую я выколол и поэтому композиция получает с какой f от игрек от x прокомпонировать тождественная единица правильно поэтому предел ее равен единице видите как хитро получается за счет того что я попал вот в эту ямку то ничего не получилось вот значит такие ситуации мы должны запретить чтобы работать с композициями поэтому давайте мы докажем такую теорему теорема значит пусть у меня опять же задано эти здесь теорему мы докажем для случая когда y 0 значит r с чертой x 0 r с чертой задана функция y из какой-то ну скажем я не за дельта 0 окрестности точки x 0 и принимает значение в да и f от игрек задана в какой-то сигма окрестности только y 0 в сигма 0 и принимает значение до проколотая она задана пусть и это пусть задана в проколотый вот тогда верно следующая теорема то такая пусть существует существует предел f от игрек при игрек стремящимся игрек 0 равный а из r с чертой и что нам мешало то нам мешало только то что игрек от x попадал в эту выколотую точку так давайте мы это запретим пусть существует и пусть игрек от x не равен y 0 для всех x из вот этой дельта 0 окрестности точки x 0 тогда существует предел композиции и он равен как раз вот этому а то есть иными словами в чем заключается пафос этой ситуации что такое замена перемены при вычислении предела если кто-нибудь когда-нибудь с интегралами работал да то когда заменишь игрек от x какую-то замену найдешь интеграл упрощается вместо того чтобы посчитать предел композиции можно y стереть зависимость от x а вместо их стремятся к x 0 написать куда стремится y y стремится к игре к 0 и все и посчитать предел это на практике очень удобно но нужно быть осторожным нужно следить за тем чтобы игрек от x не попала вот в эту выколотую окрест ну доказательство совсем простое просто из определений доказательство так как у меня предел y от x значит так как предел y от x при x стремящемся к x 0 равен y 0 то что у меня получается у меня тогда найдется вот под вот этот дельта 0 у меня тогда найдется давайте мы ее папа тигма 0 извините найдется какая-то другая окрестность найдется какая-то там бета 0 принадлежащий от 0 до дельта 0 такая что у меня y от x принадлежит дельта 0 проколотой окрестности точки x 0 извините y 0 и грипп 0 ой сиг сигма 0 да я запутался сигма 0 значит еще раз поскольку предел y от x равен y 0 и мы с вами договорились что y от x никогда не попадает в игрек 0 значит по определению предела начиная с какой-то малой окрестности бета 0 у меня все значения y от x принадлежат сигма 0 окрестности игрек 0 следовательно композиция определена следовать на композиция f от y имеет смысл то есть вообще говоря тот вопрос который он написал он не совсем корректен был потому что а композиции вообще смысл имеет когда имеет смысл композиция когда область определения внешней функции что должна содержать значение внутренней функции да так вот композиция смысл для вот этих x от принадлежащих бета 0 окрестности имеет смысл в проколотые уже бета 0 окрестности x0 очень хорошо но и тогда что я делаю смотрите я говорю следующем не нужна непрерывность ой не непрерывность извините а предел да мне нужен предел я это делаю в два хода я говорю что поскольку у меня предел f от y при y стремящемся к игре к 0 равен а ну расписывают для любого я все он больше 0 найдется кто дельта от 0 до дельта 0 дельта от и псунда такое что для всех x принадлежащих проколотой дельта окрестности y 0 у меня выполнено f от y принадлежит епсил на окрестности а чудесно но тогда теперь для вот этого дельта для любого дельта от 0 до дельта 0 теперь я пользуюсь тем что у меня так как существует предел y при x стремящемся к x 0 равный y 0 то для любого дельта от 0 до дельта 0 у меня найдется бета от 0 до бета 0 такой что для всех так здесь меня не поправили для всех игрек здесь да а вот здесь для всех x принадлежащих проколотой бета окрестности x 0 то у меня выполнили то y от x принадлежит проколотой дельта окрестности y 0 почему ну потому что мы с вами договорились что если в бета 0 попадаю проколотой то композиция у меня значит определена и y от x никогда не не проваливается вот в этот y 0 ну все смотрите что получается загружаем по эпсилон я нахожу дельту а по дельте я нахожу бету окей значит давайте суммируем вот это и вот это что у меня получится для любого и все он больше 0 найдется бета равный бета от дельта от эпсилон правда же от 0 до бета 0 так что как только x у меня попадет в бета-окрестность x0 что у меня будет выполнено у меня y от x попадет в дельта от и пслил а тогда f от y попадет да то есть у меня будет выполнено что что Y от X попадет в дельта от эпсилон проколотую окрестность Y0, а значит, F от Y от X пойдет в эпсилон окрестность A. Но это и означает, что существует предел F от Y от X при X, стремящимся к X0, равный A, что и требовалось. Ну, на сегодня все.